Всем моим зрителям огромный привет! С вами я, Юлия Кризинейлс. В этом видео я вам расскажу и покажу новиночку, а именно это гель-лаки от фирмы Ускуси. И также в конце видео ждите мастер-класс. Эти гель-лаки я заказывала полтора месяца назад на сайте имкосметик. Объем у этих гель-лаков 8 мл. Запах у этих гель-лаков приятный и похож на Харуяму, Бьютикс, Ксистер. Кстати, очень полезная информация для лакоманьяков в интернет-магазине имкосметикс 28 марта. Будет проходить просто какое-то невероятное ногтевое безумие. Вы можете совершить выгодную покупку со скидкой до 70%. Вся информация, естественно, будет в инфобоксе под видео. Первый цвет 98-й. Гель-лаки средней консистенции, не жидкие, хорошо ложатся на ногти. В основном все цвета ложатся в два слоя. 29-й. 76-й оттенок. Это неоновый и оранжевый оттенок. Он, конечно же, не такой плотный, как все остальные цвета. И его придется наносить на белую подложку. 16-й. Нежнейший бежевый оттенок. Остальные оттенки также хорошо ложатся в два слоя. Но есть исключения, о которых я расскажу вам позже. Классический белый, плотный, ложится в два слоя. И также его можно использовать для нарисования френча. Цвет 40-й. Оттенок под номером 77. Его я уже наносила на ноготки клиента. И, конечно же, этот цвет не лег в два слоя идеально. Пришлось наносить три слоя. Базу и топ я не пробовала. У меня их нет. Поэтому о них я вам ничего не могу сказать. Ссылочки на эти гель-лаки будут в описании под видео. Сегодня мы будем изображать с вами довольно-таки популярный принт в этом году. Поэтому давайте уже начнем. Для дизайна я буду использовать два оттенка. Это номер 77 и номер 40. Кстати, с этими гель-лаками довольно быстро выполняется градиент широкой кисточкой. Можно в один слой добиться идеального перехода. Я сделала градиент широкой кисточкой. Если вы не умеете ей делать, то на моем YouTube-канале есть видео, как делать градиент меланиновой губкой. Ссылочку оставлю в описании под видео. Сейчас очень популярны становятся какие-то цветочные принты, какие-то принты с растительностью, особенно какие-то листики, кустики. То сейчас мы, в принципе, и будем изображать на этих двух типсах. Я сделала градиент, перекрыла топом, сняла липкий слой. Дальше нам понадобится гель-краска без липкого слоя. Дальше нам понадобится гель-краска без липкого нить. В общем, такими веточками заполняем весь ноготок. Дальше на непросушенную гель-краску мы посыпаем акриловую пудру. Не прозрачную, не белую, а цветную. Мы должны использовать ту пудру, которая схожа с каким-либо цветом в вашем градиенте. Я буду использовать голубую. И посыпаем хорошенечко на наш дизайн. Не забываем, что цветная акриловая пудра впитывается намного дольше, чем прозрачная. Поэтому посыпайте обильно и хорошо пропитывайте краску. Сушим такой дизайн в лампе в два раза дольше, чем обычно. Все то же самое мы проделываем и на другой типсе. Естественно, такой дизайн лучше выполнять на двух ноготках. Это будет смотреться интереснее. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на меня в инстаграме. Вступайте в группу вконтакте. Все ссылки на мои социальные сети будут в описании под видео. Ну а я вам всем говорю, до скорых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok